Где найти самый необычный и душевный подарок к Новому году? Наши корреспонденты начинают обзор по подготовке к празднику. И начали они его с проходящей в эти дни ярмарки ремесленников. Ажар Фадхула подробно. Набрать подарков родным и близким алматинцы могут в центральном выставочном зале. Здесь проходит ежегодная, уже ставшая традиционной ярмарка ручных изделий. Презенты можно найти на любой вкус и кошелек. От платков, расшитых вручную и ювелирных изделий, до предметов интерьера. Например, вот эта денежная елка вполне может занять место традиционного новогоднего дерева. И цена за нее, несмотря на кажущуюся дороговизну, вполне приемлема. Новогодняя ярмарка проводится четвертый год подряд. Все так же в центральном выставочном зале. Сегодня можно увидеть огромное количество различных подарков, сувениров для детей, для взрослых. Просто подарков для себя. Тут очень много всего интересного, вкусного. Всего на ярмарку свои изделия привезли три десятка мастеров. Это не только местные ремесленники, но и гости ближнего зарубежья. На ярмарке приняли участие мастера из Узбекистана. Они представили свои национальные сюзане, что в переводе означает «вышивка с иголкой». В сюзане два женщины три месяца сьют. Ключная работа, пожалуйста. Шелковые нитки. Цвета натуральные. Также на ярмарке можно найти поделки из войлока, дерева, металла. Нашлось место и новогоднему мылу ручной работы. Мастера обещают вести торговлю вплоть до самого 31 декабря. Каждое такое изделие, как утверждает сами ремесленники, обязательно принесет в новом году удачу своему обладателю. Ажар Фатхула, Арсин Сандыбаев, телеканал Алматы.